Виталий, дорогие мои друзья! Сегодня пятница, 29 число, 29 сентября. С утра была фотосессия у нас, а сейчас я еду в Сумы, это город... Ну, я еду не в Сумы, в Сумскую область к своему однокурснику. Он приглашал и давно-давно меня ждёт, и у меня всё не получалось. А сейчас я... Наконец-то у меня получилось после поездок. Я даже ещё не успела отдохнуть и не успела все видео загрузить. Но сейчас буду... У меня ещё уже очень много видео накопилось, чтобы вам показать. Я стою сейчас на южном железнодорожном вокзале. Вот вокзал ЖД. Ой, отсюда не видно, оказывается. Вот за этим зданием ЖД вокзал. Покажу потом, центральный. Я всё смотрю, думаю, сумки хоть на месте, а то здесь очень много таких людей, которые могут это всё у меня унести и останутся без сумок. Значит, сзади меня церковь. Вот церковь на южном вокзале. И вот мои сумки. Сейчас покажу. Которые я буду увезти. Вы всегда меня спрашиваете. Ну, скажите мне, пожалуйста, как можно ездить без подарков? Как-то мне люди пишут, Таня, ты едешь, ты бессовестно что-то берёшь, ничего не везёшь. Ну, как? Как можно? Наверное, эти люди, которые это пишут, никогда не ездят в гости, никогда... Или ходят сами без подарков. Я не понимаю этого вообще. Конечно же, если едешь, то везёшь какие-то подарки. И всё, я не люблю всё это показывать. Ну, что-то вам сейчас покажу. Я купила и семье, и самому Серёже, и было в Риме, там маленькие сувенирчики везут. Но, что же я должна всё показывать? Ну, кое-что я вам покажу сейчас. Вот возле этой церкви останавливается маршрутка. Маршрутка идёт в Сумскую область. Я недавно ездила даже в Полтаву. Отсюда идут маршрутки на Полтаву. И отсюда же идут маршрутки. Вот я ездила недавно в Апошню. Отсюда тоже идут маршрутки. А сейчас будут... А сейчас к Серёже я буду ехать. Вот, посмотрите, какое название интересное. Значит, село Хухра. Будет проезжать оно... Я потом скажу, как это тоже интересно называется. И едет на Ахтырку, через Хухру. Так, я только рассказывала, что вот такие люди идут. Которые могут оставить меня без сумки. Да, всё, давайте пока. Всё-всё-всё, до свидания. До свидания. Вроде ж никого не было и нет. Вот вокзалы притягивают таких людей. По-моему, во всех городах. Даже были в Европе, даже, по-моему, больше, чем у нас. Таких людей. Никого не было и вдруг появилось из-под земли. Посмотрите, какая здесь красота. Хочу вам показать. И вот на этом месте, вот впереди Новус. Впереди магазин. И вот на этом месте должна быть маршрутка. Такой здесь лев красивенный. И вот эта церковь, о которой я вам говорила. И вокзал. Вот сзади южный вокзал. Ну, а с той стороны через переход центральный. Вот такая ещё лошадь со скрипочкой. Здесь кафе. Можно посидеть, можно покушать, пока ждёшь маршруточку. Кофе попить. Но у меня уже нет времени пить кофе. Через полчаса уже придёт моя маршрутка. На хухру. Виноград такой висит, как настоящий. Здесь ещё очень удобно. Потому что вот огромный супермаркет. До 11 ночи работает. Можно здесь купить себе в дорогу что-нибудь вкусненькое. А впереди вот кафе, в котором можно посидеть. Не успела снять, потому что пришла уже маршрутка наша. Сейчас села в маршрутку. Вот покажу то, что обещала. Он работает в лесничестве, поэтому вот такая пила. И в домашнем хозяйстве пригодится. Всё из шоколада. Не успела я снять, уточка такая, вот уточка. Ты там живи, завтра снимешь. Да. Что с ними? Живи, в загородке. Живи. И Серёжа, сведерочка. Знакомьтесь, это Наня, жена Серёжи. Ой, мы не любим. Вот, уточку покажу, остальное завтра. Да. Всех витаю. Серёж, куда ты убегаешь? Иди сюда, я тебя покажу. Это мой однокурсник. Ладно, покажу ещё сегодня. А не, покажи хозяйку, покажи. Да, хозяйка, вот, да. Покажи, Лёва, покажи. Я буду виноват. Хорошо. Да, я всё нормально. Это вчера, да, показывала, уже снимала. Но сегодня ещё раз покажу. Доброе утро. Доброе утро. С праздником, Лёва. Да, сегодня праздник, вот, Надя мне с утра сказала. Да, Вера, Надежда, Любовь, да. А как раз Надя у нас есть, вот, Надя. Любая, Вера, Надя. Да, 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 я, 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 я Люба и Вера. Я же говорю, давай Серёжу сделаем, Вера. Ой, посмотрите, как они меня встречают. Я вчера приехала поздно, устала и не сняла. А сегодня вот покажу вам, уточку я засняла, покажу вам. Вот, посмотрите, какая здесь вкуснятина. А ещё не всё. Надя, а это ты сама вот это? Сама, сама. Сама? А что, и это ты запекала, да? И колбасу сама делала, да? Да. А вот, ага, салатов надела. Ой, вчера вообще, мы до поздна сидели здесь. А солянку, солянку, ладно, покажем ещё солянку. Ой, ты вкусная. Нет, у нас супчик будет утро, солянка воды. Да? Солянку какую сделала, Надя. Солянка просто шикарная. Винца сказала Надя, обязательно. Да, давай мы похужащик. Что вы сегодня? Что сегодня обязательно, а винца надо. Ой, как будто вы, Надя, я тебя уже сто лет знаю, знаешь? А я, давай, посмельем потом. Добрый, добрый, давай. Ну, я ещё покажу обзор дома. У вас дом как дворец, покажу ещё. Пчёлы там дома. Пчёлы есть, да? Хорошо, покажу. Надя уже с утра сготовила суп. Со скольки, Надь? В шесть уже был готовый. В шесть? Пол седьмого пришёл. В пол седьмого уже был готовый. Вот, Серёжа, хоть успею. Надя ещё плов приготовила. Так, хухрянский. Хухрянский. Подожди, вот так вот. Какой, Надя? Кухрянский. Теток сам. Кухрянский. Да. И вот ещё кетчуп. Тоже сделала сама, Надя сделала. А ты кейка? Кетчуп, Надя, а как ты делаешь кетчуп? Ну, расскажешь потом. Надо штук три фужеры выпить. Вот вино тебе расскажет. Хорошо, Надя. Сейчас десятый час. Позавтракали. И Серёжа меня везёт показать окрестности. Села Хухра. Вот такой дворик у Серёжи. Ну, я ещё покажу полный обзор двора. Потому что здесь очень красиво. И показать нельзя. Куры. Возите. Зерно, блин. Куры. Конечно. Да, дороги, конечно. Ещё нет. Ну, обещают хоть дорогу сделать? Обещают. Ты смотришь. А вот это, Серёжа, что за забором? Это зернохранилище. Зернохранилище, да? А вот это, это просто частный дом? Да, это гаражит. Вот это мы выезжаем на центральную дорогу. Здесь маршрутки проходят, кстати, да? Да, из Киева. Да, да. Ага, вот это зернохранилище. Да, село большое у вас. Сколько дворов приблизительно? До двух тысяч населения. Півторых точных. Тыкву продают. Картошку, да? Ага. Ага, картошку продают. А, это что за? Барен. Бар? Едво церк. Заканчивается Полтавская область. О, Серёжа, смотри. Терен. Терен? Вот это что, песня Цвита? Терен, терен, цвита. Это про него? Да. Ага. Сколько ягод. А кушать его можно? Конечно. Да? Да. Сейчас попробую. Ничего. Это рай, хорошо. Ноу, радиация. Сейчас выдрим, да попробуем. Ничего, вкусно, смотри. Попробую хоть Терен. Первый раз. Вот, заканчивается Полтавская область. Знак даже тут такой. Герб Полтавщины, смотри. А когда сюда ехала, на Полтаве в основном подсолнечник растёт. Вот, закончились поля ровные по Полтавской области. И вот начинается Сумская. Сумская область вот такая, в основном лесная, да, Серёжа? Угу. Вы живёте вокруг леса. Вокруг хвойный? Это хвойный лес или смешанный? Да, хвойный. И вот начинается Сумская область. Ахтырский район. Герб Ахтырки. Очень много церквей на территории Сумской области. И выращивает зерно. Пшеница. Видите, на гербе нарисована пшеница. Вот, Сумская область. Область партизанской славы. Здесь много партизанов было. Я вам говорила, что интересное название. Смотрите, Котелевский район. И вот село Котельва. 10 километров отсюда. И Полтава, 70. Сидор Артемович Кавпак. Родом с Котельвы. Интересное название Котельва. Туристы здесь приехали. И вот при въезде в село, посмотрите, какое интересно. Такой красивый знак стоит при въезде в село. Давайте сделаем общую фото. Шановные коллеги. Вот карточка с начальником управления департаменту, керевником. Мы идем сюда. Все собираем деньги. Собираем так. Делают общую фотографию. Куда-то едут на экскурсию. Лес осенний – это чудо. Такие краски. Желтые, зеленые. Осень люблю за сочность красок. Желтые, красных еще нет, но желтые, зеленые. Сегодня суббота, и они едут на музей гончарного искусства. Я уже узнала у них. Видишь, мы целые наперекур стали. Какая у нас красивая экскурсия возле села, окрестностей села. А вот это тоже усадил, да? Ну, это повернее, так, повернее, как говорят. Свадьбы приводят, которые ездят на свадьбах. Молодые вешают ленты. Все забывают. Ну да, такой мощный. Была и та, и табличка, я не знаю. Ленты аж туда наверх аж вешают. Прикоснулись к истории, к этому дубу Петра Первого. Под Кухрою было нефтяное родовище. Тут и газ, и нефть, все у нас есть. Большая часть, конечно, не под Кухрою, и бугрувати там. Это нефтяные вышки здесь? Ну, были вышки, теперь же только скважины. А, это скважины, нефтяные скважины. Да, качается нефть. Нефть здесь, да, у вас? Нефть и газ. Все свое у вас, короче, здесь в Кухре. В таком красивом месте тоже хвойный лес кругом. Возле вышки, посмотрите, здесь молодняк, совсем молоденький. Сосеночки такие молоденькие. Вот тут вот уже средние. И здесь вот посадка средняя. И уже большой хвойный лес. А воздух какой свежий. Сережа, а грибы-то? Есть, но только сухо сейчас. Сухо? Да, сухо. Були белые грибы, очень много свежий. Маслята белые, под березники, под осиновики. А ягоды есть? Конечно. Пчелы что собирают? Пчелы, сояшника, злипы, акации. А гречка тоже есть? Ну, сиюти, да, сиюти гречка. Гречка вкусная, мед получается. В основном, с кем я училась, все работают по специальности. Наглядные пособия, что не рубаются только осадыцы, и прекрасные культуры. Вырубили, а теперь вот растет новый лес. Сколько ему где-то приблизительно? А по мутовкам можно. Раз, два, три, четыре года. Четыре года. Четыре года, пять. Четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Пять год. Пять год вот эти маленькие. И вот эти вот тоже уже подрастают. Ну, тем же, тем больше. Тут уже роки в двенадцать. Тоже Сережа четко посчитает. Восемь лет, да? Восемь, восемь лет. Очень большие, да, посадки новые. Молодая посадка посажена. И человек прокашивает как раз. Сегодня же суббота. Суббота случайно попали. Ну, ход за культурами проводится. А это маленькие сосны тут посажены? Да, в ось же, в ось. Иди-иди сюда. А-а-а. Ось идет. Рядок. Видно, что тут. Понятно. Посажены маленькие сосенки, да? Сосенки, да? Сосенки, да. Видно, рядочек видно. Ага, и он косит. Да. Обкашивает, чтобы сосны росли хорошо. Убирает с боков. Уход ведется должным образом. Да, так, чтобы все... Косит, да? Косилкой. Мотокосой. А как зарплата, Сережа, у вас? Без задержек платят? Без задержек, хорошо. Тем более, сейчас очень хорошо платят. Да? Ага, ясно. Все довольны. Довольны? Да. Ого, хорошо. Ага, и березу он срезает, да? Да, срезает березу, потому что она забьет сосну, просто береза набагато быстрее растет. Ага. Чтобы не забила сосну. Здесь много их вообще грибов? Багато. Польский и белый гриб. Ага. Маслята. Маслята. Шишек сколько? На данный момент... Засуха? Вот еще одна скважина нефтяная. Здесь уже меньше леса. Одни вышки, да, нефтяные? Много? Дороги лесные. Качай. Ой. Как вы это? Американские горки. Въезжаем мы в село, и в селе вот лесничество. Хухрянское лесничество. Такий красивенный забор. И ворота такие красивые. Такое лесничество. Ну, сегодня выходной, потому что суббота. Сережа привез меня вот в парк Славы у них даже есть в селе. Памяти в честь погибших в Великой Отечественной. Красиво цветы высадили здесь. И вот сам памятник. Сейчас ближе подойдем, да. А здесь когда-то церковь была, да? А когда ее разрушили? В 35-е годы. Памятник. Вечная память героя погибшим при освобождении села Хухра в 43-м году. Губаев, Алибаев, Анинский, Кокорин. О, так у вас еще и вечный огонь тут? Да, сейчас на данный момент. Включают они его? Да, включают, да? На праздники на 9-е ная включают, да? Конечно, обязательно. Батька и дочка погибли. Танкист. Он был полковник. И она военная, да? Да. Тоже погибли. В 45-м. Она в 45-м, а он в 43-м. А это в вашем селе жили Коденцы, да? Фамилия Коденцы. Коденцы. А, видно, что танкисты. Вот гусеница от танка. А это два года назад. Слава воинам, односельчанам, погибшим в боях за советскую родину. Мы помним и гордимся. 41-й по 45-й. Это все односельчане ваши, да? Нет, тут же Курская дуга ограничила. Ага. Бои были. Смотри, сколько у вас ветеранов войны. Это 80-е. Уже осталось 2. Засуха и уровень воды метров 2 упал. Речка Ворскла. Это Ворскла называется речка. Люди с села играют туда. Большие мероприятия здесь проводят? Да, воно купало, там праздник проводят. Ага. Вот так вот на этом поле. Ну что, место? Нет, у нас там уже есть. Красивое место у вас тут. Есть. Просторы такие. И вот в волейбол играете, да? Стрижи такие. Наподобие, как ластевки. Ага. Стрижи, а то они гнизы с собой роблят. Что это что? Такие черные точечки. А вот это что, здоровые такие? Дыры. Дыры, да. Да, тут тоже, воно побваливалось просто. Ага. И что, здесь много стрижей живет? Ну да. Летом, когда приедешь, то они вот так вот и... Да, летают же что-то как раз. Тут же гнезда их, там они же вылупливаются все там. Интересно. Горск. Да? Сейчас уже осталось ручей. А то была широкая такая речка, да? Да, конечно. Вот это же вот здесь вот, где бы она развивалась. Ага, это следы зайца, да? Зайца. Угу. Как ты определяешь, где лисица, а где заяц? Может это кошка была? Не-не-не. Ну, кошка же не такая лапа. На задней, задней. А тут он сидел, да? Да. То есть вот длинный получается. Да, задней, длинный. А здесь тоже. Так он как-то хромой залез, наверное. Ну... Везде посидит? Посидим трошки туда посидим. Да, так тут хороший песчаный такой берег. Кто partил... Да. Кто partил.... Кто... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Сельский клуб «Кухры» Субтитры подогнал «Симон» 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 Музыка 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 Подъезжаем к Сережиному дому Найдены цветочки Собака у тебя, Сережа, какая Охрана Ого-го Ого-го Ворота Скамеечка какая у тебя Сидишь и обозреваешь вокруг А Джина Ага Тут гномики сидят А кто этим всем Улитки, гномики, это кто? Ты сам? Ты так вот любишь красоту Я тоже люблю такое И грибочки здесь И улиточки И обезьянки И белочки Боже мой, сколько грибочков у тебя тут растет, Сережа Иглечики Сразу видно, что опошни рядом с вами Красивые такие кувшинчики И уточки Ооо, там целая детская площадка Орех вот растет Орехов у тебя сколько много? Оху Сыпется А он у тебя тонкошкурый? Да Гараж Не для машин А гараж Не для машин А вот это что? Кладовка Это две кладовки у тебя здесь Да, вся кладовка Ага И заходим домой Открывай, Сережа Ха-ха-ха-ха Заходим Ого, коридор какой огромный Ну дальше уже